В год экологии в регионе стартовала третья экспедиция плавучего университета Волжского бассейна. Детали обсудили на пресс-конференции. Как и прежде, работа пройдет на борту корабля Петр Андрианов. Маршрут этого года – река Ака, Волга, Горьковское и Чебоксарское водохранилище плюс малые реки. Ученые, аспиранты и студенты из Нижнего Новгорода и Москвы проанализируют общее экологическое состояние Волжского бассейна с помощью самого современного оборудования. В прошлом году экспедиция прошла более 2000 километров. Были взяты пробы на различные показатели. Оказалось, что вода в Горьковском водохранилище среднего качества, обнаружены нефтяные загрязнения и даже вихри, как в Мировом океане, которые в том числе влияют на формирование климата. Отметим, что всего в стране действует три плавучих университета – в Волжском бассейне, в Арктике и на Дальнем Востоке. Нижегородский опыт планируют использовать при снаряжении еще одной экспедиции при Кельена. Участие в организации плавучих университетов является очень важным направлением деятельности Русского географического общества. Проект решает несколько задач. Во-первых, это изучение современного состояния водных объектов, обучение студентов и аспирантам новейшим методикам проведения научных исследований, а также осуществление экологопросветительской деятельности. И в ближайшее время водные ресурсы станут главным показством Земли. Поэтому необходимо заниматься их защитой. Россия – великая водная держава, но наши реки требуют постоянной заплаты, особенно Волга. Мы всем понимаем, что не должны оставлять без внимания изучение важнейший природный ресурс – это Волжская вода. И может превратиться, если не следить за этим процессом, данная ситуация может превратиться в большую беду. Редактор субтитров А.Семкин